Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Как же много сейчас панических настроений вокруг кардана, как будто кто-то специально их раздувает. Но сегодня я расскажу тебе кое-что о кардане, о чем не слышно за всем этим фадом. Не воспринимай это видео как распространение страхов вокруг кардана, нет. Посмотри его до конца и ты поймешь, что я хочу сказать на самом деле. Пока что начнем с того факта, о котором сейчас говорят везде. Криптовалютная биржа достаточно крупная в США, да и в мире тоже убирает кардана с торгов. Они объяснили это тем, что из-за торговли кардана и еще, кстати, троном, у них начинались проблемы с регуляторами. Теперь ты больше не сможешь торговать кардана и троном в США на итора. Впервые за всю историю, что я занимаюсь криптовалютами, я слышу, что кардана откуда-то делистят. Трон, ладно, еще понять можно, но кардана. Помнишь, как долго кардана добивалась листинга на Coinbase? Тогда тоже многие думали, что это из-за проблем с регуляторами, которые якобы говорили о том, что токен Ада – это ценная бумага. Интересно, может быть и Тора получила какие-то указания от комиссии по ценным бумагам и биржам США, и поэтому они убрали кардана? Кстати, сегодня ходят слухи о том, что еще некоторые биржи в США могут делистить токен Ада, как раз таки из-за регулятивных соображений. Что-то эта ситуация напоминает, да? Она очень похожа на ситуацию с XRP, не так ли? Конечно же, Чарльз Хоскинсон, создатель кардана, не смог не отреагировать на эти новости. Я не буду показывать тебе весь его почти 14-минутный монолог, но я подчеркну несколько важных вещей из него. Во-первых, и Тора перед делистингом кардана даже не предупредила их об этом. И Тора никак не связывалась с кардана, ни с ее создателем, ни с ее командой. Также на И Тора никто не подавал в суд, не было никаких регулятивных официальных обращений, а также они никак не консультировались с самим Чарльзом, создателем кардана. Так что эта новость была для него неожиданной, но он не растерялся и защитил кардана. Он парирует, что Ада торгуется в Японии, где регуляторы, как известно, еще суровее, чем в Соединенных Штатах. Кстати, торговаться в Японии Ада стала несколько месяцев назад. Учитывая это, у кардана нет никаких проблем с регуляторами, по словам Чарльза Хоскинсона, а токен Ада это не ценная бумага. В принципе, логично, если бы токен Ада был ценной бумагой, регуляторы в Японии не разрешили бы ему торговаться. От себя добавлю то, о чем никто не говорит сейчас. Все говорят только о том, что кардана убирают с торгов Витора. Но в это же время ее будут добавлять на Bitstamp. Она будет торговаться на криптовалютной бирже Bitstamp. Давай сравним объемы торгов этих двух криптовалютных бирж. И Тора это 63 миллиона долларов в сутки. В то время как Bitstamp это 355 миллионов долларов в сутки, что практически в 6 раз больше. Bitstamp в 6 раз больше, чем и Тора. И тем не менее, половина ютуба сейчас говорит о том, что делистинг кардана с и Тора это конец для кардана. К чему вся эта паника? Посмотри, кардана добавляет на Bitstamp криптовалютная биржа, которая в 6 раз больше и Тора. Кроме этого, у кардана есть еще хорошие новости и события впереди. Так, например, целых 3 децентрализованных биржи готовятся к запуску на кардана. Это то, чего сейчас все ждут. Почему цена кардана стагнирует? Потому что все ждут децентрализованную биржу, а ее до сих пор нет. Самый крупный DEX на кардана это будет SundaeSwap. Второй DEX это ErgoDeX. И третий DEX это OccamFi. Неважно, какая из этих децентрализованных бирж запустится первой и при этом будет полноценно работающей. Важно то, что она запустится. Это докажет, что смарт-контракты для кардана работают. Это первое. А второе, это привлечет новых пользователей в кардана. Которые будут покупать токен ADA для того, чтобы торговать на этих децентрализованных биржах. Что, в свою очередь, повышает спрос на кардана. Это будет большой буст для цены ADA. Но, самое интересное, что я нашел, пожалуй, это вдохновляет меня еще больше, чем децентрализованные биржи. Это вот эта игра, которая называется Cornucopias, если я правильно прочитал. Это децентрализованная игра из серии «Игра и зарабатывай», как, например, Sandbox или Axie Infinity. В ней будет все, что присуще играм метавселенной. Земля, персонажи, имущество, NFT. Что меня заинтересовало в этой игре? Не сама игра, а то, что вся торговля, аренда, продажа и покупка, в том числе земли, NFT и так далее, на их собственном макетплейсе, который в скором времени будет запущен, будет происходить с помощью токена кардана. Да-да, фактически, эта игра станет дверью в мир метавселенной для кардана. Кардана может потенциально стать в том числе и игровой криптовалютой. А это уже потенциально очень масштабный триггер для ее цены. Просто посмотри, как взрываются игровые токены. Ты сам об этом знаешь, потому что мы с тобой покупали эти токены и сейчас наслаждаемся этими прибылями в то время, когда биткоин и весь остальной криптовалютный рынок стагнирует. Поэтому кардана может потенциально тоже попасть в этот список благодаря этой децентрализованной криптовалютной игре. Так что я думаю, что кардана вырастет очень сильно в будущем. И хейтеры, которые сейчас разводят панику вокруг нее, которые говорят, что она три месяца только делает, что падает, они будут плакать, что не накапливали ее здесь. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. И это было небольшое видео касаемо кардана и паники, которая вокруг нее происходит. Увидимся в новых видео уже сегодня. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok